Дорогие коллеги, мы продолжаем работу студии Retail.ru на неделе российского ритейла и у нас в гостях Инга Микельяна, руководитель аналитической группы РБК исследований. Добрый день, Инга. Мы сейчас поговорим о исследовании, которое делает подразделение следовательского холдинга РБК о кулинарном рынке России и ресторанном. Инга, скажите, что сейчас происходит на ресторанном рынке России, какие вы видите тренды, я знаю, это исследование у нас ежегодное и вы рассматриваете самые разные ресторанные форматы. Что сейчас происходит? Не открою какую-то тайну. На самом деле российский ресторанный рынок находится в кризисе. Он такой системный, связанный с падением потребительского спроса. В связи с этим мы наблюдаем снижение частоты посещения россиянами отдельных ресторанов, кафе, то есть россияне стремятся экономить на своем платном досуге. При этом мы наблюдаем следующие тренды. Во-первых, растет, россияне начинают более интенсивно интересоваться фаст и стритфуд форматами, то есть пытаясь экономить, они неизбежно приходят в эти форматы из более дорогого сегмента. И помимо этого нарастающим трендом является готовая кулинария, которую на сегодняшний день готова предлагать не только общепит, то есть имея в виду готовую еду на вынос, самовывоз, блюд из ресторанов, в том числе и доставку еды из ресторанов до самих потребителей. Здесь таким конкурентом ритейлера, конкурентом именно рынка общепита выступает сам ритейл. Именно продуктовые сети сегодня предлагают активно готовую кулинарию в своих сетях. Это тренд, да, когда сети увеличивают каждую себя долю. Насколько востребовано это тогда у российской аудитории? Российская аудитория именно этот тренд очень позитивно воспринимает. В каком ключе? На сегодняшний день средний чек в фастфуд формате, стритфуд формате, даже вот этих недорогих ресторанных концепциях, он вырос, несколько вырос. Если раньше средний чек именно в фастфуд формате было бы на уровне 250 рублей, то он сейчас 300-350, а порой доходит до 400 рублей. И, естественно, наши эксперты, именно игроки рынка общепита, они говорят о том, что сами посетители их заведений, экономят даже на напитках. Представляете, доходят и до такого. То есть в фастфуде сами посетители начинают экономить. И в этой связи именно продуктовый ритейлер выступает некой альтернативой. Он предлагает продукты, например, салат за 100-150 рублей, аналогично супы, такое предложение, которое позволяет самим россиянам экономить. То есть средний чек при покупке в самом ритейле получается гораздо ниже даже по сравнению с текущим средним чеком фастфуд формата. Естественно, это привлекает определенную долю россиян. Заметили здесь представители общепита, ресторанов, отток аудитории благодаря активности торговых сетей? Да, естественно, отток есть. Не скажу, каков он в процентном выражении. Я могу только констатировать то, что 20% посетителей фастфуд формата, они стали реже посещать именно вот такие рестораны быстрого питания. Таким образом, вот эта часть, вот из этих 20%, часть, естественно, теперь активно пользуется услугами именно ритейла, в плане покупки готового блюда. А можно ли говорить о том, что таким образом торговые сети, развивая у себя собственную кулинарию, также борются за лояльность своей аудитории, что для них это еще один повод привлечь человека в магазин? Естественно, естественно. На самом деле все понимают, что жизнь россиян становится более таким стремительным. Поэтому не всегда есть время на готовку. Естественно, предложение своей аудитории такого востребованного продукта, как готовая еда, в некотором смысле, конечно, увеличивает поток самих ритейлеров. Но следует отметить то, что вот именно эта аудитория на сегодняшний день, которая пытается перетянуть ритейл у общепита, больше у самих ритейлеров, нежели в общепите. Почему? Потому что, представьте, 100 рублей потраченное на питание. Из этих 100 рублей только 10 рублей россияне тратят в общепите, то есть на питание вне дома. И остальные 90, вот своих затрат, 90 рублей из этих 100, да, они тратят в продуктовую розницу. Поэтому говорить о том, что там ритейл отбирает какие-то куски общепита, да, или общепита отбирает какие-то куски ритейла, здесь следует осознавать то, что силы не равны. Все-таки, да, продуктовый ритейл сегодня доминирует. Подходит ли формат, формат собственной кулинарии всем форматам продуктового ритейла? То есть я говорю, одинаково ли это будет развивать дискаунтер и там торговая продуктовая сеть более высокого класса? Или у них это будет разница? Я думаю, что здесь вопрос ассортиментной политики самих ритейлеров, потому что торговые площади, они навязывают определенную политику и в плане предложения каких-то блюд. Естественно, готовая еда – это дополнительная услуга, предлагаемая самой рознице. И я думаю, что это больше история не пятерочек, а скорее это азбука вкуса, перекресток. Вот самих сетевых игроков вот такого порядка. Потому что там ассортиментная линейка выше гораздо. Хотя хочу отметить, что и в пятерочках, вот именно в таких дискаунтерах, да, естественно, будет представлен определенный ассортимент готовой еды. Может быть, они не сами будут готовить еду и предоставлять их своим посетителям, да, покупателям. Но определенные там сатоеды и иные там производители, они будут представлены, естественно. Субтитры создавал DimaTorzok